В этом году сейчас, если ливни начнутся опять, у нас опять все вот так вот. Мы даже не вот это будем, то, что текет. То, что у нас вот тут, во-первых, у нас первые дети, а во-вторых, у нас тут везде шутеры вот эти. Не дай бог, вот так вот что загорись, мы куда все подержим. В конце января наша съемочная группа уже была в общежитии по улице Степана Разина, 21. Его жильцы столкнулись с проблемой. Крыша из мягкой кровли протекает. Тогда управляющая компания уведомила нас о том, что работы по ликвидации протечек уже начались. Спустя полтора месяца жители вновь обращаются за помощью. ВОДА ПРОДОЛЖАЕТ БЕЖАТЬ. А обещания, одни только обещания, только у них вот сделаем. Сделаем в том году, сделаем в августе, в апреле. В этом году сделаем, летом. Я сказала, если не будет так, тогда просто будем делать по-другому. Будем меры просто принимать. На момент визита нашей съемочной группы в январе вода сочилась еще до четвертого этажа. Сейчас уже добралась до третьего. Спасают жильцов от потопа четыре ведра. Выливать наполненные до краев емкости уже привычное действие жильцов пятого этажа. А если не успели, будет лужа. Вода-то уже туда идет, в эту комнату. Вот так, на губке идут лужи. То есть прямо вот так? Да, да. Мы не успеваем, только полы затирать. Ведра натянем и затираем постоянно. По словам жильцов, крыша начала протекать еще около трех лет назад. С каждым годом объем протечек усиливается. Особенно страдают жильцы во время сильного ливня или в период оттепели. От стен, по которым бежит вода, исходит неприятный запах. Терпеть жители не стали. В том году обратились к конгурстрою заказчик. Ведь вопрос касается их безопасности. Нам пришел мужчина, через две недели только. Нам пришел мужчина, посмотрел все, посмотрел кровлю, получается, залазил на крышу, все посмотрел, все посчитал. Сказал, типа, то, что вам-то надо 100 квадратных метров и более делать. Мы, говорит, все это посчитаем, мы это все, говорит, закупим, все сделаем. И сказал, что мы пообещаем вам, типа, 2019 года, в апреле, получается, сделать вам кровлю. Конечно, не все, но вот эти швы, вот это все, чтобы хотя бы меньше, говорит, ну, это, что-то сделаем. Все, мы ждем, 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 ждем. Проходит год, у нас эти ливни, все льется, мы все, короче, все тут испуганы. По итогу нам приходит сейчас опять письмо, то, что мы снова вам обещаем, сделаем 2020-го только этим летом. Бежит, бежит, да там все уже, там все, она полопалась, вся кровля полопалась. То есть, бежит на плит и из плит уже сочится где-то по швам. Вот квартиру затопило 11-ю. Но они пообещали, в свою очередь, выполнить. То есть, мы сделали письменный запрос, заявление. Они ответили в письменном виде. То есть, обязуемся устранить вот это все. Они не сказали поменять полностью крышу, но устранить вот эти вот течи. Одна из причин паники, расположенная рядом с местами протечки проводка, может произойти замыкание. Переживают жители из-за состояния постройки. Мне надо вот это тебя в тё подцепить. И тё, раз, и я побежу. Ну, а сами боюсь. У нас там вообще страшно. На данный момент ситуация осложняется погодными условиями. Ремонтные работы необходимо проводить в сухую погоду. Как нас заверил Алексей Осмехин, руководитель управляющей компании «Конгурстройзаказчик», в силу износа кровли планируется полная замена крыши. Это произойдет предварительно в конце весны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...